Второй год 78-летний Георгий Айвазов живет в своем доме, окруженный лесом, болотом и грязью. Дороги к жилищу пенсионера нет. И это при том, что частный дом находится в черте города, в Заложском районе. Пожарникам никак, скорой помощи никак сюда не подъехать, утонет. Помрешь, все. На этом дело конец, кончено. Но государству ведь о своих гражданах как-то надо беспокоиться, мне кажется. Ну что же это такое? Бросили и все. К слову, ситуация пенсионера не самая плачевная. Некоторым собственникам земли даже не удалось заложить фундамент. До туда попросту не доедет самосвал. Земли под строительство здесь начали распределять еще в 2012 году. Тогда выделили более 700 участков. Обещали подвести все необходимые коммуникации и построить подъездную дорогу. Но все это не свершилось, как и собственные мечты людей о своем доме. Многие участки находятся в заброшенном состоянии. Как говорят местные, грязь и разруха царили здесь не всегда. Четыре года назад городские власти сообщили, подъездная дорога появится к концу 2018-го. Показали план и даже дали громкое название новой улице – главная. На дворе 2019-й, а на месте главной все те же заросли и болота. Я видел карту, на которой обозначена улица главная, как основная. И нам сказали, что мы к своим домам будем ездить по улице главной. Вот здесь. Я писал заявление в мэрию и мне ответили там устно, что в ближайшие годы нет денег просто даже на проект. О том, что подъезд к земельным участкам должны обеспечивать городские власти, говорит и федеральный закон. Правда, от этого сроки строительства дороги не меняются. Комментарий от мэрии сегодня получить не удалось. Правда, пообещав вернуться к проблеме завтра. А вот собственники земельных участков больше ждать не намерены. Настроены решительно. Сначала заявление в прокуратуру, а при необходимости и в суд. Дарикоос, Константин Дмитриев. День событий. Много надо уложить.